Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете все готово к новому отопительному сезону. Отопительный сезон начинается, когда средняя температура наружного воздуха, именно средняя, меньше 8 градусов в течение 5 суток. Продолжается вакцинация от сезонного гриппа. Это очень удобно, на месте, здесь никуда ходить не надо. И для собственной и общественной безопасности. День открытых дверей прошел в управлении МВД по Ленинскому округу. Больше всего, наверное, понравилось обучение, как к нему подходят педагоги, как о нем рассказывают, показывают. За окном теплый солнечный сентябрь. Но погода осенью непредсказуема и в любой момент плюс может смениться на стойкий минус. Готов ли встретить холода Ленинский округ, узнала наш корреспондент Юлия Стаферова. Все готово к началу отопительного сезона. В Бидновской теплосети завершили проверку оборудования. А также совместно с аварийной службой провели ремонт систем теплоснабжения на территории округа. Всего заменили 1430 метров трубопровода. В начале осени в котельной прошли тестовые работы, в ходе которых обнаружили и устранили неполадки. Проверка продолжалась около трех недель. В настоящее время вся система теплосети работает исправно и находится в режиме ожидания холодов. Согласно правил, отопительный сезон начинается, когда средняя температура наружного воздуха, именно средняя, меньше 8 градусов в течение пяти суток. Или по распоряжению местных органов самоуправления. В современной котельной процесс полностью автоматизирован. Все данные находятся в компьютере. За ними следит оператор. Воду в котлах теперь нагревают за счет газа. Для решения вопросов, которые связаны с отоплением в жилых домах, можно позвонить аварийному диспетчеру. Служба работает круглосуточно. Ответственность, конечно, с нас не снимается. Мы постоянно на телефоне. Общение с жителями, с управляющими, со всеми компаниями, с организациями, как СДС, телефонные звонки от жильцов, то есть жалобы. Мы быстро стараемся реагировать. Сотрудники Видновской службы теплосети обеспечивают бесперебойную работу для того, чтобы в домах и в государственных учреждениях поддерживать тепло. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается вакцинация сезонного гриппа. Для удобства своих сотрудников многие руководители приглашают в медицинские выездные бригады врачей на предприятия или в учреждения. Присоединились к прививочной компании сотрудники колледжа «Московия». Медицинский работник колледжа «Московия» Жасмина Наврузова рассказывает, приезд в учебное заведение бригады медиков для проведения вакцинации стал ежегодным. Для удобства наших сотрудников колледжа. И каждый год мы вакцинируемся, ставим витамины, прививки от гриппа и выполняем данную процедуру. Показана вакцина, в частности, тем людям, которые входят в группу риска. Это больные пожилого возраста, старше 65 лет. Это люди с хроническими заболеваниями, сердечными и легочными, но не в стадии обострения. Также учащимся с 1 по 11 класс работникам медицинской отрасли и образовательных организаций. Перед вакцинацией обязательный медосмотр. Прививку не делают, если есть противопоказания к процедуре или симптомы острых респираторных заболеваний. Наличие аллергической реакции на яичный белок, компонент вакцины. И также, в принципе, наличие аллергических реакций на вакцины в прошлом. Также заболевания в стадии обострения хронические. Прошли вакцинацию прямо на рабочем месте 7 сотрудников колледжа. Среди них Иван Роднов. Это очень удобно. На месте здесь никуда ходить не надо. И для собственной и общественной безопасности. Мы работаем с детьми, поэтому это нужно делать каждый год. Врачи рекомендуют делать прививку от сезонного гриппа именно в начале сентября. Пик роста заболеваемости у нас ожидается стандартно в зимний период. И поэтому людям нужно заблаговременно позаботиться о формировании своего иммунитета к данному вирусу. И необходимо прививаться в начале осени. Это самый лучший период. Так как для того, чтобы организм успел насинтезировать антитела против вируса, ему необходимо время. По меньшей мере это недели две. Но в среднем от месяца до двух. За неделю выездные бригады врачей для удобства пациентов в рамках прививочной кампании посещают более 15 различных организаций и учреждений. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Эта дружба началась еще в период разгула коронавирусной инфекции в 2020 году. Именно тогда в Видновской районной клинической больнице, преобразовавшейся в ковидный госпиталь, требовалась помощь. Андрей Макалкин не только предоставлял автомобили для выезда медицинских работников на дом к пациентам, но и закупал необходимые медикаменты для лечения больных. Времена пандемии позади, но благотворитель постоянно на связи с больницей. На этот раз Андрей Макалкин закупил несколько коробок с чехлами для лапароскопических инструментов. Всего порядка 700 наборов. Должно хватить на несколько месяцев. Не первый раз он нас выручает, помогает. Это, разумеется, нужно в работе приблокать те вещи, которые нам действительно необходимы. Это расходный материал? Это расходный материал, который ежедневно используется для выполнения лапароскопических оперативных вмешательств. Сам Андрей не любит рассказывать о своих добрых делах. Попросили – помог, говорит он. Помогаю по возможности. То, что просят люди, то, что действительно им нужно, покупаю, привожу. Но когда добрые дела делаешь людям, конечно же, ощущения замечательные. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. День открытых дверей прошел в управлении МВД по Ленинскому городскому округу. В нем приняли участие учащиеся Видновского художественно-технического лицея и студенты колледжа «Московия». Максим Козлов узнал, сложно ли стать полицейским. Мы хотим вас познакомить с нашей работой, рассказать, показать, наглядно посмотрите. Плюс еще мы вам расскажем про наш университет МВД. День открытых дверей в управлении МВД по Ленинскому округу проводится для учащихся выпускных классов муниципалитета на постоянной основе. Ребятам рассказывают и о службе в полиции, и об учебных заведениях, где можно получить полицейскую специальность. Это работа на будущее, это работа на перспективу, потому что они поступают в институт, они там учатся пять лет, и с готовой специальностью, с зазванием лейтенанта, мы их принимаем по целевому набору на специальность, работать по специальности, по которой они проходили обучение. Одно из учебных заведений, где готовят полицейских, Московский университет МВД России имени Владимира Кикотя. О нем ребятам показали видеоролик, а потом об особенностях образовательного процесса собравшимся рассказал Иван Сурков, который недавно закончил этот университет и теперь работает в Ленинском УМВД. Он ответил и на вопросы ребят и учителей. Ну, в принципе, площадки особо не отличаются друг от друга, то есть вот здесь вы могли увидеть в основном академика Волгина, где обучаются на оперативников, международно-правовой факультет. А психологи где? Психологи обучаются на Свиплова. Ну, говорю, разницы в площадках нет, во всех факультетах должное материально-техническое обеспечение. Криминалист Иван Комков рассказал ребятам, наверное, об одной из самых интересных полицейских профессий, ведь именно криминалисты порой способны дать ответы на многие вопросы, связанные с каким-либо преступлением. Каждый сотрудник нашего подразделения имеет собственный унифицированный чемодан, который обеспечен абсолютно всем необходимым для обеспечения осмотра местопроисшествия. Желающие смогли самостоятельно снять отпечатки пальцев, используя вещества и инструменты реальных криминалистов. Подобная наглядная демонстрация работы полицейских и рассказ об учебном заведении, где их готовят, дают свои плоды. Я бы с радостью поступила, наверное, больше с психологией. Больше всего, наверное, понравилось обучение, как к нему подходят педагоги, как о нем рассказывают, показывают, как это все происходит, организовано. Традиционно заканчивается день открытых дверей в кинологическом отделе. Здесь ребятам демонстрируют умения служебных собак, в частности, поиск запрещенных предметов, что также вызывает немалый интерес у школьников. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В музыкальном инклюзивном кружке «Колорит» пополнение Арсений Демин вместе с другими воспитанниками готовится к выступлению на международном фестивале «Бок о бок», который пройдет в Армении с 1 по 3 октября. Наша съемочная группа побывала на репетиции. Инклюзивный кружок «Колорит» в Центральной библиотеке «Видном» продолжает прирастать новыми талантами. Летом в эту дружную музыкальную семью пришли близнецы Артем и Вячеслав Наракшин, а сейчас у коллектива еще один новый певец – Арсений Демин. О колорите мама Арсения узнала случайно от врача-невролога. Уже на первом занятии молодой человек почувствовал себя здесь как дома, а всего месяц репетиций и вовсе сотворил чудеса, признается женщина. Кстати, в коллективе теперь трое Деминых – мама и младший брат. Обычный ребенок тоже поют. Мы живем от вторника до пятницы, от пятницы до вторника. Очень дружный коллектив. Здесь не только мы поем, мы общаемся, чай пьем, встречаемся, я не знаю. Работим время, очень весело, здорово. Ребенка я вообще не узнала, просто ребенка. Он этим живет. Он стал веселее, он общается здесь, потому что у аутистов, у них же не хватает общения. Дефицит. У ребят с нарушениями ментального развития особое видение мира, и через песню они передают свои чувства и эмоции. Творчество плюс дружба обычных ребят с особенными – вот основа этого колоритного коллектива. Нравится, конечно же. Хорошие друзья, музыка играет. В ближайших планах талантливых видновчан покорить международную арену. Но с 1 по 3 октября они станут участниками инклюзивного фестиваля «Бок о бок», который пройдет в столице Армении – Ереване. Готовимся интенсивно. К сожалению, песен везем мы туда немного, потому что у нас будут два выступления. Обязательно эти песни будут у нас с движениями. Не просто песни, это все ребята будут двигаться, будет у нас записан определенный видеоряд. В колорите сейчас занимается около 30 человек, включая как детей, так и их родителей. И здесь всегда рады новым друзьям. Пожалуйста, приходите, все, у кого есть особые дети. Может быть, внуки, может быть, соседи. Кто-то увидит эту передачу и скажет, что вот, у меня же есть друг такой особый. И приходите, потому что у нас классно, весело, мы дружим, поем, танцуем. И это уже совершенно какая-то фантастическая история. На этом у нас все новости. Всего доброго и до свидания.